Мы в юристалинском Талмуде с вами проходим трактат Мазарот и здесь приветствия Всевышнего из Вавилонского Талмурда, тоже мы говорим про десятину. Она приводит в спор, когда нужно отделять десятину от собранного урожая. Пасук один говорит так, что я все святости из дома вытащил. Когда мы это говорим, мы говорили, что когда приходит время, человек должен был отделять первую десятину, вторую десятину и так далее. Он отделял, отделял, оставлял, в Иерусалим не приехал и так далее. Приходит время, когда он обязан это вытащить из своего дома, и он говорит, я вытащил это из своего дома. Что значит своего дома? Отсюда мы видим, что от какой продукции нужно отделять десятину, от той, которую принесли домой. Другой пасук говорит, и они будут есть в твоих вратах и насытиться. Что значит в твоих вратах? Мы говорим, что ты должен принести их через врата. Через какие врата? Рабьяная говорит так, что ты должен принести их Несмотря на то, что ты собрал свою пшеницу, уже все собрал, ты действительно отделять не должен, пока ты не принесешь ее к себе домой. Должен принести домой. Дальше. Это из, что я вынес из дома. А пасук, который говорит в твоих вратах, что это учит меня? Понятно? У меня дома есть ворота, есть у меня две. Он говорит, когда человек должен отделять десятину от того, что он принес домой, только тогда, когда он это внес через парадный вход. А если он занес задние двери или сегодня купил дрон или вертолет и мешки с этой пшеницы сбросил себе во двор, то тогда он обманул, обхитрил. И тогда действительно отделять не должен, так считает Раби Янай. Для этого нужно у нас два пасука. Один, что я должен его занести домой, а второй, что именно через главный вход. Раби Охан говорит так, афилу хацарку вар. То есть, он говорит, даже во дворе не обязательно я должен занести домой. Я принес ее во двор. Достаточно, что уже у меня эти мешки с продуктами во дворе, они уже считаются нужно отделять зим. Необязательно, чтобы они были внутри дома. Это я там красиво нарисовали. А зачем нам два пасука? Хацар думе дебаит. Какой должен быть двор, который похож на дом? Ма баит амиштамер аф хацер амиштамеры. Как дом? Что считается домом? У него есть дверь, он охраняемый, он закрытый. Так же и двор считается двором, когда он закрытый. Вокруг него есть забор и так далее. Тогда ты принес уже в это время, в это место, охраняемое место, должен отделять от этого десятину. Сверхмаран спрашивает вопрос в отношении двух этих объяснений из Брайта, которые мы говорили на предыдущем листе. Кенавшеха. Пасук говорит. Кенавшеха кенефишель бала байтках нефишель поэль охель упату. Сказали, что работник имеет право, когда работает на поле с фруктами, обращаемыми пшеницей, когда он работает во время сбора урожая, имеет право есть. Сколько кенавшеха, как твоя душа желает. Что значит, кемара, что значит, как твоя душа. Теперь, когда он это ест, он от десятину отделять должен или нет? Говорит, кемара не должен. Брайта говорит так. Кенавшеха шел бала байтках. Как хозяин, он еще отделять десятину не должен, потому что он ее до конца не собрал, не закончил ее обработку. Кенефишель поэль. Так же и душа работника, он есть, во время работы не отделяет десятину. Почему мы думали, что он должен отделить десятину? Объясняет Раши. Что мы сказали, по крайней мере, как Рабимея сказал у нас сегодня на 38-м листах трактата мастера, что когда я что-то продал, тот, кто купил, должен отделить десятину. Поэтому этот работник, в принципе, или можно сказать, почему он имеет право есть, это часть оплаты за его труд. И, возможно, как будто он это приобрел, как будто мы ему это продали. Он говорит, несмотря на это, как будто мы это говорим, нет, это не считается заканчиваемой обработкой этого продукта, поэтому даже рабочий отделять десятину не должен. Ага, Рокия Хая, ну, выходит отсюда, что тот, кто купил, он уже должен отделять десятину. Откуда он купил? Он ее купил в поле. Выходит, что уже в поле нужно отделять десятину. Не как объяснили Раби Янай и Раби Йоханан, что только когда ты принес это домой, как говорит Раби Янай, или Раби Йохан говорит, даже если ты во двор это принес, здесь мы вроде увидим, мы можем вывезти отсюда, что даже если на поле ты должен отделять десятину, как объясняет Раши, что тот, кто купил незаконченную обработку продукта, продукты с незаконченной обработкой, уже должен отделять десятину, мы говорим, то, что он купил, это не лучше того, что когда уже на поле собрали в кучу это зерно, и вот он здесь, когда нам показали, он уже его собрал, что он этой лопатой делает? Он говорит, он его сглаживает, чтобы они не рассыпались, то тем более, он говорит, мы должны сказать, что уже на поле, даже ты не принес его домой, должен отделять десятину, говорит Гмара, нет. Гмара объясняет, отвечает, о чем говорит Раби Янай и Раби Йоханан, он говорит, как мы это проходили с вами в Иерусалимском Талмуде тоже, что у него есть инжировое дерево, которое в огороде, за его домом, за его двором, но ветки смотрят во двор, и там он их собрал, это по мнению Раби Йоханана, а по мнению Раби Янай, у него ветки заглядывают прямо в комнату, к себе, к нему домой, поэтому что он там сказал? Поэтому говорит, поэтому БАЛА БАЙТ ЭНАУ БЕТУА БЕТА ЭНАУ БЕТА ЭНАУ БЕТА ЭНАУ БЕТА ЭНАУ Теперь там хозяин должен отделить десятину или нет? Еще не должен, почему? Потому что, несмотря на то, что он срывает и ест, он ждет чего? Он ждет, когда он соберет весь этот урожай, он смотрит на свое дерево, сколько плодов он ему даст, ВЕЛОКЕАХ ЭНАУ БЕМЕКХО. Но тот... Это окно чьего жопа двора? Нет, моего двора. Этот инжир, теперь, про кого мы говорим, что тот, кто купил, должен отделить десятину, когда эти ветки смотрели в мой двор или в мое окно в доме, я собрал этот инжир и продал. Так как я его собрал, несмотря на то, что, вернее, я его собрал, я еще десятину отделять не должен. Потому что я немного собрал, я хочу все плоды собрать, и только потом я должен буду отделять десятину. Но тот, кто купил, ему что нужно? Ему нужно вот этот инжир, который он купил. Десять, двадцать, тридцать, сколько штук он купил, сколько килограмм он купил, это ему нужно. Поэтому, как только он этот инжир купил, уже этот инжир был у меня в доме, он уже был у меня во дворе. Не говорится про поле. Поэтому, так объясняет Гмара, то, о чем говорили Раби Янай и Раби Йоханан, что именно такой инжир, человек, который купил, должен отделить от него десятину, как только он его собрал. Теперь, Гмара, как мы сказали до этого, она хотела вывести или вывела, что из того, что мы сказали про работника, что работник, который работает, он, в принципе, отделять десятину не должен, потому что это не считает, несмотря на то, что это частичная плата за его работу, не считается, что он этот инжир или эту пшеницу приобрел. А выходит, что тот, кто купил, он должен отделить. Ага, локея хаяф. И вроде бы, до райта, что по которой он уже должен отделять десятину, тот, кто купил. Говорит Гмара, нет. Откуда мы знаем, что нет? Брайта говорит так. Мипне ма харвухан и очел бет хено. Почему магазины? Торговые лавки, в месте, которое называется бет хено, были разрушены шалош шаним кодом Иерусалима. За три года до разрушения Иерусалима. Эти рынки были разрушены раньше. Почему? Мипне шеемиду дивре эм аль дивре тора. Потому что они сказали, мы идем, то, что тора говорит. Как многие, к сожалению, говорят, а, это закон до урайта или драбанан. О, если до урайта я буду, это важно. Эти, этот рынок, эти лавки были разрушены, потому что они сказали, мы будем идти по торе, не будем идти по драбанан. И что? Они проигнорировали то, что постановили мудрецы. Посул говорит так. Десятину отдели и будешь есть. Кто должен отделять десятину? Тот, кто есть. Вело мухер, а не тот, кто продает. Выходит, что хозяин поля, а десятину освобожден. Дальше. Тебу адзар эха. Написано. Отдели десятину от семян своего поля. Вело локер. Кто должен отделить? Хозяин, а не тот, кто купил. Теперь что они сделали? Они освободили и того, и другого, и десятину как будто не нужно отделять. Что мы видим отсюда? Что мы отсюда видим? Что? Отделение в этом случае. Что тот, кто купил, он должен отделять только по мудрецам. А то, что мы видим в этой истории, это всего лишь асмахта. Это на то, что закон мудрецов полагается. Но Агмара возвращается, забирает свои слова обратно и говорит, что слово кеннавшеха, что мы сказали, что работник имеет право есть точно так же, как если его хозяин не отделяет десятину. Агмара говорит, как мы это слово должны объяснить? Мы знаем, что человек, у которого на поле работает бык, имеет право ему наморник одевать или нет, не имеет права. А если рабочий у него работает, имеет право ему одеть или нет? Как он ему оденет? Наморник у него работать одеть не может. Но он может ему запретить есть, не будешь есть, или ему накажет, или скажет, я уберусь в твоей плате. Теперь, агмара говорит, интересно, как здесь нам нарисовали. Хозяин поля, он может сам не есть от своих продуктов? Может. Он на диете хочет есть, хочет не есть. Он также может заставить своего работника не есть. И он этим не нарушит запрет надевать наморник. В принципе, он надел наморник своему работнику. Он ему физически наморник не надел, но тем, что он ему запретил по страхам наказания или уменьшения зарплаты, он ему, считай, надел наморник. За это он малкод получает или нет, он малкод не получает. Он нарушает запрет, но малкод он не получает. Поэтому, что здесь получается? И даже если ты закрыл рот своему работнику, ты тоже освобожден от наказания и от малкод. Теперь, дальше мы посмотрим, что Тосуд говорит, несмотря на это, он ему должен будет заплатить за то, что он мог съесть, должен был съесть, имел право съесть, но не съел, должен ему заплатить. Теперь, агмара возвращается к тому, что сказал Рубьянай. Что он сказал? Что продукты, которые ты собрал, пшеницу, фрукты, овощи, от чего нужно отделять десятину? Ты отделять десятину не должен, пока ты не внесешь это к себе домой. Он говорит, агмара говорит, о чем Рубьянай говорил? Мы можем объяснить его слова. Он говорил об оливках и о винограде. Их в кучу, как пшеницу, собирает или нет? Нет, их в кучу, как пшеницу, не собирает. Поэтому, когда от них наступает обязанность отделять десятину, когда принесли их домой. Но, хи кину саурин, горен бе гедья, кетив бе, для пшеницы и чменя, поступь четко и ясно говорит, что уже на поле, когда ты собрал это гумно, ты уже должен отделять десятину. Что отсюда мы видим? Что на поле должен отделять десятину. Как объясняет Раши, Раши приводит то, что говорит Рубьяхошея, думаю, в трактате вероход. Что? Что люди, которые используют лупхол. Как это сказать? Лупхол по-русски. Лупхол – это изъян в законе. То есть, обходит закон. И что? Они не приносят пшеницу в свой дом через парадные двери. И этим они освобождают себя от Маасера. Отсюда мы видим, что так закон. Что если ты не занешься через двери, не занешься через парадные двери, десятину отделять не должен. Мы видим отсюда, что, что говорит Рубьяхошея, что то, что сказал Раби Янай, или то, что мы выводим из Раби Янайя, что на поле уже должен отделять десятину, мы не идем по его мнению, а идем по мнению Рубьяхошея. Теперь Мараб приводит нам разницу между тем, что имеет право есть человек на поле, и тем, что имеет право есть животное. Мы это проходили с вами тоже в Иерусалимском Талмуде. Что имеет право есть бычок? Теперь Марага интересную вещь, что говорит нам про огурцы или кабачки, они по-китайски называются желтый арбуз или желтая дыня. Почему на них есть желтые цветочки? Марага говорит, когда нужно от них отделять десятину, когда эти желтые цветочки упадет? Когда упадет? Когда я принес домой? А может быть тогда упадет от всех? Он говорит, нет, когда один из этих листочек уже упал, уже цветочек упал, должен отделять теперь. Марага говорит, дальше мы знаем про животное. Что с животным? Животное, которое есть, что животное делает? Трэшинг. Трэшинг – это молотит. Животное ходит по пшенице и таким образом она выбивает эти зернышки из шелухи. В этот момент не имеет права этому быку одеть намордник. Почему? Трэшинг говорит, что он имеет право есть. Трэшинг говорит, что не одевает ему намордник. Отсюда мы его выводим, что то, с чем он работает, он имеет право есть. Эта пшеница, она прикреплена к земле или срезана? Она уже срезана к земле. Отсюда мы видим, что бык имеет право есть срезанную продукцию. Как? А человек. А написано человек. Он имеет право. Мы сказали с вами. Китаво. Пасук говорит так. Интересно, два пасука говорят почти одно и то же. Первый пасук говорит, Китаво. Китаво. Бекамат. Раеха. Бекатавта. Милот. Бейад. Когда ты придешь, Бекама. Кама это на поле, где есть пшеница. И другой пасук говорит, Китаво. Бекерем. Когда ты придешь, виноградник своего друга. Здесь Китаво. Бекамат. Мы посмотрим. Слово Кама. Камат написано два раза. Кама это стоящая пшеница. То есть пшеница, которая растет из земли. И здесь про виноградник написано. Это говорится про кого? Именно про работника. Не про любого, кто хочет зайти и есть. Поэтому отсюда мы видим. Китаво. Бекамат. Раеха. Когда ты зайдешь на поле, ты можешь срываться руками и есть. О чем мы говорим? О пшенице, которая еще прикреплена к земле. А про животного. Ашкехан. Шор. Беттаруш. Мы видим, что животное может есть только для того, что уже срезали из земли. Почему написано второе. Лот. Ашкехан. Не одевай наморник. Беку, когда он молотит. Гмара. Откуда мы знаем? Адам. Беттаруш. Вешор. Бемхубар. Миналан. Откуда я знаю, что наоборот тоже? Что быт имеет право есть пшеницу, которую еще не срезали. А человек имеет право есть пшеницу, которую уже срезали. Адам. Или другие овощи. По сути говорит то и так. Во-первых, нам от начала Гмара хочет привести то, что мы с вами говорили в Масахе. Это Масрот. В Иерусалитском Талмуде. Карл Вахомен. Если мы говорим, что мы сказали. Первый вопрос у нас. Откуда мы знаем, что человек имеет право есть даже не срезанный. Вторая говорит, что он может есть не срезанный. Откуда я знаю, что он может не срезанный есть как быт. Если быт имеет право есть не срезанный, то человек, который имеет право есть срезанное, тот человек, который имеет право есть не срезанный, имеет право тоже есть срезанное. Гмара нет. Почему? Потому что у быка есть, как мы сказали, устражение. У быка есть запрет одевать ему намордник. И если ему надели намордник, то получит Масрот. А человеку он запретил, он Масрот не получит. Поэтому откуда мы это выучим? Из того, как мы сказали, КамА. Что так как в поступке два раза это слово написано. И потом в конце говорит КамА. Один раз мы говорим про человека. А второй раз мы говорим про животное. Что оба они имеют право есть из продуктов, которые еще не срезаны. Откуда мы знаем наоборот? Что животное имеет право есть то, что не срезано. В истории мы выучили, что можно срезано. Опять. Могли мы сказать, что как человек имеет право есть не срезанное, то животное имеет право есть срезанное. Гмара нет. Почему? Потому что у человека есть устражение. Что? Ата мецубей лаха йото. Человек обязан. У меня есть митцва поддерживать своего брата. Что если он не умер, чтобы он с голода не умер. Животное у меня обязанностей нет. Поэтому откуда мы это учим? Гмара мы это учим из закона. Как Тора говорит, что когда ты придешь в виноградник своего друга. Свои посуду не давали. Теперь. Когда он пришел в виноградник, в корзинке в свои места. То есть домой ты в сумке себе не можешь отнести. Ты работаешь там, можешь есть пока ты там работаешь. Поэтому говорит Гмара, что на винограднике я взял своего работника не обязательно, что он будет там только мне виноград срезать. Он его в коробке собрал в ящике. Надо будет его переносить. Что только имеет право виноград есть только тот, который срезает. А тот, кто носит, не имеет. И тот, кто носит, имеет. Поэтому отсюда мы видим, что и животное имеет право есть то, что не было срезано. Откуда? Из слова реаха. Где написано? У нас слово реаха. Написано два раз. Посуд. Китаво бекаматри аха. Вот здесь написано. Векататуми лот бейадеха. Вермеш лотанив ар реаха. Слово реаха. Придешь ты в сад своего, кому мы сказали, друга. Почему два раза это слово? Потому что один раз про человека, а второй раз для чего? Это то, что мы сказали вчера сами на уроке про раби Акива и его друзей. Они обсуждали и выводили, зачем это личное слово. Чему меня это слово учит? Уже тогда не было пророчества, а было и усиленное изучение Торы и восприятие Торы. Поэтому здесь мы видим, он говорит одно личное слово, одно слово учит про человека, что он имеет право есть пшеницу, которая еще растет из земли. А второе слово реаха учит меня, что животное имеет право делать то же самое. И закончим на том, что мы сказали, что когда ты взял человека на виноградник работы, ты взял того для плеча. Что плеча? Даже тот, кто переносит, имеет право есть. На первом случае мы сказали, что es говорится что «кама-кама» разумеется, если нет главный человек в доме, он необходим на банку в твои струнг. Что Unidos написано «кама-кама». Один из двух человек, одино из двух животных. Вы говорите, что «нажды нет главного человека» если нет главных者, какой-то главный человек, внешний здоровый человек. А вот уже в «нажды», единственное в детском, один из двух животных. Травина говорит, что нет. Тоже написано, что не одевать намордник быку, когда он молотит. Почему быку? Любое животное, которое бы у меня не работало, нельзя ему надевать намордник. Почему Турай напишет бык? Теперь мы говорим, мы это изучаем, что везде, где написано бык, имеется в виду любое животное. Это мы учим законы шаббата. Там тоже написано только про быков, может, ослов тоже. Да, там связано, но это относится к закону не только к быкам, про которых Турай говорит, когда говорит про запреты шаббата. Относится ко всем животным. Пусть Турай напишет, не одевай намордник во время молодьбы, для чего там написано, не надевай намордник быку. Можно было без быка обойти. Животное молотит. Ничего не надо писать. Кто там молотит? Животное тогда молотит. Комбайнов не было. Животное молотит. Для чего мне лишнее это слово? Говоря, показать, что мы сравниваем законы того, кто надевает намордник, и тому, кому надевает намордник. Кто не надевает намордник? Человек. Как тот, который надевает намордник, человек, он ест пшеницу, которая еще прикреплена к земле, с которой он работает, ее сейчас срезает. Также и кому надевает намордник, имеет право есть то, что еще прикреплено к земле. Пшеница, виноград, неважно чем. И наоборот. Как тот, кому надевает намордник, бык, он имеет право есть, мы видим историю напрямую, то, что уже было срезано, когда он молотит. А в Хосем, и тот, кто надевает намордник к животному, имеет право есть то, что срезано. Хотя, в Торе написано про него только то, что прикреплено к земле. И закончим на том, что мы сказали, что тот суд говорит, что человек, который запрещает своему работнику есть, то Рай ему разрешил есть. А он говорит, слушай, или я тебе заплачу больше, или смотри, я тебе урежу. Если больше, это не проблема еще. Но если он говорит, я тебе урежу, или я тебя накажу, тогда он считается, надел ему намордник. Моркот он не получает, запрет он не нарушил, но он должен будет ему возместить. То, что он мог съесть, он должен будет за это ему заплатить, кроме его зарплаты. Потому что Тора разрешила ему есть во время работы. Ты не можешь заставить его смотреть на то, что он работает, он хочет попробовать, а ты над ним издеваешься. Будешь платить. Бару Бадонай Ве Олам. Амен Ве Амен.